Я продолжаю готовиться к побегу из города и строю дом своей мечты. В другом районе точно такой же дом строит мой друг Максим Соколов. У нас похожая мечта, но разные материалы для стен и разные бюджеты. Я строю дом своими руками, Максим руками строителей. Я планирую строить из керамических паризованных блоков, а Максим из газосиликата. Один летний сезон мы посвятили поиску земли под строительство и подключению электричества. Пришло время заняться фундаментом. По проекту у нас буронабивной свайный фундамент с монолитным ростверком. Это наиболее экономичный вариант, который можно сделать самостоятельно без привлечения тяжелой техники. У меня участок с приличным уклоном, так что мне его, как говорится, доктор прописал. Но в то же время этот фундамент требует грамотного расчета. А рассчитывать мы, самостройщики, обычно не любим. В начале лета был убран плодородный грунт и сделана разметка будущих несущих стен. Дальше меня ожидало самое интересное. Надо было пробурить 160 скважин диаметром 300 мм на глубину 2 метра. Ниже глубины промерзания для Ярославской области. У меня с углинок, с обилием камней и валунов по примерным подсчетам одна свая должна держать минимум 3 тонны. Если это не так, придется отвечать за самонадеянность. Ну а начинающим строителям рекомендую обращаться к специалистам за расчетами, чтобы потом спать спокойно. Обычным садовым буром за лето я сделал полную перфорацию бывшего картофельного поля. Выкопал тысячу булыжников и спас не один десяток провалившихся в шурфы лягушек. Заметил, что после обильных дождей скважины не осыпались и не обваливались. Еще один признак плотного грунта. А в это время у Максима на участке уже были готовы сваи и роствер. Заливалось все одновременно. И когда я приехал в гости, рабочие расстилали полиэтилен и засыпали контур песком. Для меня эта процедура была не совсем понятна. Пленка стелется для того, чтобы не попадали почвенные газы и влага под дом. Много на каких формах написано, что когда пленка устелена, в подвале становится сухо. Особенно если он продувается. У нас все это соблюдено. В конце лета я начал вязать арматурные каркасы. Поддавшись рекламе и соблазнившись удобством перевозки, небольшую часть колонн для сваи я сделал из стеклопластиковой арматуры, о чем до сих пор жалею. В дальнейшем использовал только рифленую металлическую. Здесь не буду об этом распространяться, если кому интересно, напишу в комментариях. Сваи представляет из себя три прута 12-й арматуры с продольными хомутами из восьмерки. Всего на 160 сваи использовано 1600 килограммов металлической и 630 метров стеклопластиковой арматуры. В начале ноября, в день заливки свай, все камазы благополучно застряли на нашей деревенской дороге. Я усвоил очередной платный урок, смысл которого заключается в том, что надо своевременно готовить подъездные пути, особенно ранней весной и поздней осенью. А через день после заливки выпал снег. В следующем сюжете я расскажу, как изготавливал опалубку и заливал монолитный ростверк буронабивного фундамента. Субтитры сделал DimaTorzok